В урочный день, в урочный час мы снова рады видеть вас. Меня зовут Елена Палатник, я лицензированный иммиграционный консультант по Канаде. Сегодня говорим на животрепещущие темы, связанные с родоразрешением беременностью на территории Канады. Между прочим, одела сегодня два символа своих детей. Одни бусики из макарон мне сделала старшая дочь, одни бусики из пластика мне сделала младшая дочь. Так что не думайте, что у меня поехала крыша. Это просто символ моих малышек. Итак, друзья, поступило несколько забросов в отношении того, что я беременная летела в Канаду. Был такой случай однажды. Было это в 2017, с 16 на 17 год, скажем так. Это было преднамеренное событие, лететь в Канаду и рожать именно там, потому что до этого мне довелось рожать в Одессе. И с тех пор я зареклась рожать на территории Украины. Возможно, это был мой просто такой уникальный, плачевный опыт. Но он был настолько кошмарен, что у меня вызывала просто дрожь в коленках. Мысль одна о том, что я буду рожать второго ребенка в Одессе или где-то в Украине. Почему? Вкратце остановлюсь. Чем отличается радикально в моем случае родоразрешение и процесс беременности в Одессе. Первые опыты. И второй на территории Канады. Значит, в Одессе у меня был прекрасный врач по слухам, по рекомендациям. В лучшем роддоме по слухам и рекомендациям. Опять же, вы же понимаете. И у меня был очень четкий план того, как это все должно происходить. Что это должны быть совместные роды с мужем. Все это было заранее согласовано. Все цены были согласованы. Сколько кому, какому врачу, что я там несу. В общем, все. И у меня не было никаких осложнений, никаких патологий, ничего такого. Хотя вначале там что-то они переживали, но походу как бы все было очень неплохо. Когда пришло время в Одессе мне рожать, те, кто рожал в Украине, да и, наверное, в других странах СНГ, знают, что такое помывка. Когда роддом закрывается на помывку. Это вот раз в год. Период, в который роддом, в котором ты собираешься рожать, не принимает рожениц. Об этом вообще термине, этом абсурде я узнала, собственно, тогда, когда роддом уже вот-вот должен был закрываться на помывку. И это совпадало с предполагаемой датой моих родов. Мне об этом ничего не сказали. А также о последствиях ничего не сказали. А последствия таковы, что если ты не успеваешь вовремя попасть в этот роддом, несмотря на то, что есть у тебя схватки, нету схваток, пофиг, тебе надо в него зайти, то ты идешь в любой другой роддом, и там себе сам находишь врача, и как-то вот резко, заново со всеми договариваешься. Для меня это был большой шок, поэтому мне мой врач, моя акушер-гинеколог поставила меня, скажем так, перед следующим выбором. Либо ты идешь и ищешь, кого хочешь, либо ровно там 31 июля, это последний день приема рожениц, ты должна в 8 утра, как штык, быть в роддоме. А дальше уже будешь рожать. Ну, несмотря на то, что как бы никаких посылов не было к тому, что кроме того, что это предполагаемая дата родов, 1 августа, никаких других внутренних физиологических ощущений, что я буду рожать, у меня, естественно, не было. Но я пришла, потому что мне было страшно менять коней, скажем так, вот в такой критической ситуации, и уходить от этого доктора. В общем, я туда пришла в 8 утра в этот роддом. Все вокруг рожают, орут. Чтобы вы поняли, когда на помывку закрывается роддом, в него пытаются попасть абсолютно все, поэтому девочки лежали в коридорах, друг на друге, стояли, рожали. А у меня ничего не происходило совершенно. И в итоге, в общем, все это закончилось весьма критично, потому что я очень сильно, естественно, нервничала. Я с ними начала ругаться всеми абсолютно, с медсестрами, которые ходили, орали, что я сижу в компьютере, а у меня просто нет родовой никакой деятельности. В итоге, в общем-то, мой безводный период составил больше 24 часов, что вызвало необходимость принимать антибиотики после рождения. Схватки у меня начались, если в 8 утра я приехала в роддом, то начались они в пол первого ночи, длились всю ночь, в 9-15 утра. Я думала, что я кого-то убью, у меня просто на это не было сил. Но я, наконец-таки, родила. Потом меня примерно 4 часа таскали по разным этажам роддома, потому что моя гинеколога, когда ехала ночью ко мне на роды, в машине, в такси, забыла кошелек. И когда я, наконец, закончила рожать и родила, благополучно, кстати, все, она поехала искать свой кошелек и забыла сказать, в какую палату меня нужно определить. Поэтому меня просто возили на носилках по разным этажам, пытались найти мне место. На каждом этаже мы оставляли какую-то часть донейшена, скажем так, в надежде на то, что это final destination, последний пункт. В общем, короче говоря, наконец нас поселили, и потом 4 дня я боролась за то, чтобы моего ребенка никто не трогал. Потому что каждый врач, который приходил в неонатологическом отделении на смену, пытался что-то втюхать, чего на самом деле делать не надо было. Обязательно нужно было что-то купить в аптеке, что-то занести, принести. Короче, и раньше, чем через четверо суток, ты оттуда выйти не можешь. Меня это больше всего бесило. Кроме того, я к моему глубокому прискорбию курю, и курила во время обеих беременности, чмырили меня по этому поводу со всех сторон, тоже было очень приятно. И если бы не опыт моей подруги, которая уже там рожала, я бы еще и без молока осталась. Но повезло, в общем-то, и этот вопрос тоже мы купировали. В общем, бежала я оттуда как реально из тюрьмы. И поэтому идея не рожать больше в таких условиях, даже не подставляться, зародилась в этот момент. И когда мы решили, что мы созрели ко второму ребенку, это все было очень сильно запланировано, вплоть до того, когда нужно забеременеть, чтобы купить билеты, приехать в Канаду, и весь этот процесс проходить с самого начала. В итоге мы прилетели в Канаду, я была на восьмой триллер 100%. Это я еще так вкратце, чтобы сильно не засорять эфир. Ну, пиздец, вообще, какое-то страшное дело. Мне, понимаете, у некоторых, просто некоторые приходят в Одессе просто с улицы, да, без договоренности, и рожают идеально, вот как у меня в Канаде, в принципе, получилось. Вот, но так как это первые роды, опыта нет, как бы, кто меня этому научит? Никто, поэтому были вот такие косяки ужасные. Почему-то самое главное, несмотря на то, что я ходила на курсы для беременных, вот об этом нам там не рассказывали. Ну, бог с ним. Одесса прекрасна другими вещами. В общем, на восьмой неделе вы приехали в Канаду, и я знала, что до десятой недели на учет меня никто не поставит, потому что до десятой недели, ну, ребенок из-за рода же должен выжить сам, скажем так, выкарабкаться. И если что-то идет не так, какие-то кровотечения или еще что-то, то спасают маму, ребенка не спасают. Очень многих это не устраивает. Я знаю людей, которые приезжали, пытались встать на учет чуть ли там не с третьей-четвертой недели беременности, их никто не брал, и они вообще возвращались обратно там в Украину или откуда они приехали для того, чтобы им уделяли больше внимания. Я дождалась десятой недели. При этом, при всем, не было понятно, кто будет вести вообще всю эту беременность. Я просто пришла в Бокин-клиник, в поликлинику, объяснила свою ситуацию, что вот у меня беременность. Со мной встретилась пожилая прекрасная врач, которая сказала, я тебя вести не буду, но мы тебе найдем врача. И буквально там через неделю я уже пришла на прием к семейному врачу. Эта девушка стала нашим family доктором. Но по совместительству она еще и акушер-гинеколог. Повезло несказанно. Все это происходило в Мордоне, да, между Мордоном и Винклером. Есть Boundary Trade Hospital, который также является и роддомом. Все, ты становишься на учет и дальше приходишь туда каждый месяц до 32 недели. И каждые две недели дальше до разрешения ты приходишь по записи к своему врачу. Она тебя осматривает, опрашивает, меряет давление. Потом уже, когда есть что смотреть, у нее такой есть портативный УЗИ-аппарат, который она подставляет. И там на таком маленьком экранчике, как на телефоне, можно что-то рассмотреть. Ты сдаешь анализы конкретно по четко, по плану, который они тебе дают. Там очень много на сахар, на разные патологии, в общем. Ну и, собственно говоря, они наблюдают тебя. Никто тебе ничего не втюхивает, никакие витамины, ничего не делать. Вообще вот жить своей обычной жизнью, дышать, не нервничать. Вот это все рекомендации. И еще очень важный момент. Если вы приезжаете сейчас, например, в тот же Мордон-Винклер, то очередь на семейного врача будет огромной. Ну, не знаю, там в Винклере, по-моему, лет 5 надо его ждать. В Мордоне, по-моему, меньше, может быть, могу ошибаться, но долго. Но если вы приехали в положении, то, естественно, сразу вам найдут врача и поставят, в общем-то, на учет. Дальше. Кроме всех вот этих анализов и осмотров постоянных, я всегда записывала все вопросы, которые у меня есть. Врач мне на все эти вопросы отвечал. И пришло время, собственно, делать УЗИ. УЗИ делают один раз. УЗИ было на какой-то примерно 20-й неделе. При этом на УЗИ вам никогда не скажут полребенка. Потому что считается, что вы обрадуетесь, что у вас мальчик, например, пойдете перекрасить стены в голубой цвет в детской комнате, а потом родится девочка, и вы подойдите в суд на УЗИ специалиста и на вашего лечащего врача за то, что они ошиблись в определении пола. Так вот, во избежание. Это утрированный пример, но вот юридически он именно так звучит. Так вот, естественно, полу мне никто не захотел говорить, несмотря на то, что они все его прекрасно понимали. Но зато в Виннипеге есть прекрасная услуга. За деньги, я не помню, по-моему, это было 180 канадских долларов, может меньше, приезжаешь всей семьей, там такие индусики бегают, просто какой-то частный кабинет, в котором кожаные диваны, огромный LCD-телевизор, и ты туда ложишься, и 3D, причем именно 3D, да, не черно-белое, а вот это желтенькое такое, они, значит, елозят тебе по позу, сразу говорят полребенка, фотографируют, делают съемочку этого всего движения ребенка, и если сильно надо, еще и могут записать сердцебиение ребенка и вложить это сердцебиение в плюшевую мишку на память. Красота! Меня это устроило вполне. И все это было прекрасно. Естественно, по запросу вы не можете просто сказать, я хочу УЗИ сейчас или я хочу УЗИ позже. Вот оно установлено на такой-то неделе, все, оно будет. Если нет никаких патологий, то оно будет одно, и больше как бы никто с вами сюськаться в Канаде не будет. Это в Украине можно сказать, что вы там приходите по 100 раз, на эти УЗИ, посмотрите, проверите, могут посылать много раз, можно в частном порядке его пройти. В Канаде такого у вас не будет. Что значит, что нужно ждать 5 лет семейного врача? Это значит, что людей приехало так много сейчас, что семейные врачи заняты. То есть это не будет семейный врач, если вы хотите семейного врача непосредственно в Винклере, то вы его сейчас там не найдете. Это нужно будет искать семейного врача в клинике в других соседних городах или в Виннипеге, в Виннипеге их полно. Так, значит, все анализы, все УЗИ в Канаде, все, что нужно делать по плану, естественно, все бесплатно для тех, у кого есть статус ПМЖ, и на данном этапе для тех, кто приехал по КУЁТу, в том числе я поздравляю вас с этим несказанно. Поставлена была предполагаемая дата родов на мне, по-моему, там 6 или 5 июня, вот такое что-то. И врач мне сразу сказала, не факт, что я буду принимать у тебя роды, абсолютно, но может быть и я. То есть как только у тебя начинаются схватки, ты чувствуешь, что уже пора, ты приезжаешь в госпиталь, они тебя проверяют, если да, то какой врач будет на смене, тот у тебя роды и примет. И я как бы такая, ну и ладно, и бог с ним, в общем. Он говорит, ну я буду за всем следить, я все время на связи. Что брать с собой на роды? Я пришла к ней перед родами, говорю, с бумажечкой, продиктуйте, что нужно принести. Ну потому что в Одессу я ехала в роддом примерно с тем же количеством багажа, что и в Канаду. С баулами всего, что необходимо, от пеленок до еды, до, ну все, что можно, памперсы. Значит, она на меня так посмотрела в Канаде, говорит, в смысле, что с собой брать? Он говорит, ну возьми телефон с собой, фотографировать или фотоаппарат. Я говорю, и все, а когда у нас все есть? Я, честно говоря, до последнего не верила, что там все есть. Долго ли, коротко ли, в какой-то прекрасный день приехала мужа-мать еще к нам, как-то так подгадали под эти даты, чтобы, если что, подстраховать со старшей дочкой. Поехали мы в Виннипек на шопинг, и что-то я иду, и как-то мне тяжеловато идти немножко. Но я даже не поняла, что это схватки, если честно. Потому что первый раз все было совершенно по-другому, все было в стрессе, и я как бы не ощутила этого всего. Я думала, что это какие-то тренировочные схватки. В общем, мы ходили там часа три, наверное, по магазинам, потом мы пошли покушали, и я вот тоже сижу и чувствую, что что-то мне тяжело, и кушать тяжело, и как-то все не очень. Ну, думаю, ладно, нормально. Приехали мы домой, где-то в районе 10 вечера я укладываю старшую дочку спать, и понимаю, что я не могу читать ей книжку. Потому что я читаю три слова, и... И я понимаю, что мне нужно посчитать, наверное, время между схватками на всякий случай, потому что это уже 100% схватки. В общем, я вызываю срочно супруга, он дочитывает сказку, укладывает мою дочь, а я сажусь в это время за компьютер и переношу консультации с завтрашнего дня, скажем так, на другие даты, потому что другого времени нет. И происходит это примерно так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык на компьютере. Потом муж зашел и говорит, ты вообще собираешься куда-то ехать или нет? Нет. И вот где-то в районе полвторого ночи, я думаю, мы приехали в Винклер, я уже еле шла вообще. Я зашла, и здесь нужно отдать должное. Они говорят, что? Я говорю, по-моему, все. Сразу лифт, второй этаж, тебя уже там ждут. Никаких бумажек заполнения, никакой клизмы, блин, никакого регистрации чего-то. Это все было сделано до того, как, вся эта информация в базе данных у клиники есть. То есть ты просто, я просто пришла, меня просто положили на коечку, приемный покой такой, поставили эти 500 датчиков на живот, и мальчик молодой такой подходит, говорит, 7 сантиметров раскрытия, вовремя, очень вовремя. Я говорю, замечательно. Потом такой походил-походил, минут пять говорит, ребенок спит, на тебе апельсиновый сок, буди, потому что надо рожать, и она спит. И нас переводят в родзал, назовем его так, но это не родзал, это отдельный отельный, ребята, номер, даже несмотря на то, что это мелкое что-то между Морденом и Винклером, небольшой госпиталь, но это реально отельный номер, где у тебя есть вот эта амбулаторная, медицинская кровать, уже стоит вся аппаратура на случай реанимации, отдельно стоит диван, кровать, раскладывающаяся для мужа, мужу вешают бирочку на руку, пропуск, чтобы он мог ходить, не бахил, ну, во время ковида маски были, наверное, и мужей, кстати говоря, не пускали, но мы, слава богу, успели родить за пределами этого абсурда, поэтому не бахил, не переодеваться, ничего, ты просто заходишь, вот как есть, в этот номер, и в этом номере у тебя отдельный туалет, отдельная душевая, в душевой меня убила, такая ниточка висит, знаете, веревочка, и на ней такая красная ручка, ту-ту, и в душевой кабине, я как бы мидвайфу, эту медсестричку подзываю, я говорю, а это что? Она такая, это если ты в душ пойдешь и сознание потеряешь, чтобы ты дернуть успела, мы тебя вытащим, но приятно осознавать, что даже там о тебе заботятся, значит, дальше стоит шкаф, в котором реально все, все виды памперсов, первичные одежды для ребенка, белье, одноразовое, женское, сменный халат, если тебе нужен, полотенце, вода, ну, реально, все, что нужно, все лежит, абсолютно все, это, конечно, для меня был страшный шок, по-хорошему пониманию этого слова, все, дальше, родами занимается вот эта самая медвайф, медсестричка, то есть врач, он только забегает, когда уже реально ребенок вылазит, все остальное время с тобой находится крайне профессиональная медвайф, при том, что я была не одна роженица, а нас было почему-то много, сказали, еще полнолуние, в это время все, все рожают, поэтому нас много, но это была гром баба, я бы с ней на войну пошла, отвечаю, она прибегала, все проверяла, я говорю, что мне делать, она такая, что хочешь, что делать, лежать, сидеть, стоять, переодеваться, она такая, как тебе удобно, хочешь разденься, хочешь оденься, хочешь раком, хочешь боком, пофиг вообще, что хочешь, то и делай, главное, чтобы ты родила, она говорит, тебе дать какое-то успокоительное, а я как бы против любого вмешательства, первые роды, я без всяких обезболивающих прошла, хотя, может быть, стоило, ну вот, ну а я не хотела никакого вмешательства, здесь я говорю, а какие есть варианты, она говорит, ну там есть эпидуралка, а есть веселящий газ, думаю, о, веселящий газ, ну чисто попробовать, я понимала, что мне как бы от этого легче не станет, но попробую, привезли они такую на колесиках штучку с баллоном, да, и ты дышишь, я подышала, ни хрена оно не весело, мне не веселит он этот газ совершенно, но попробовать попробовала, и в какой-то момент меня стало очень сильно тошнить, и муж мой спрашивает, а вот после такого состояния, когда поташнивает долго еще до родоразрешения, она ему говорит, ну у кого две минуты, у кого там час проходит, и мне мой муж подходит, говорит, Лена, это слышала, две минуты, давай, и реально я понимаю, что все, я уже рожаю, ну это в принципе традиционно, очень часто бывает, что вторые роды всегда проходят быстрее, чем первые, но эти были совсем шустрые, потому что если я же, как говорю, где-то в два часа, грубо говоря, нас заселили в этот номер, в 3.33 я уже родила, и вот в момент, когда я сказала, что я все, товарищи уже рожаю, медвайф, вот эта медсестричка побежала за неонатологом, за акушером-гинекологом, которые еле успели прибежать, потому что реально стремительные очень роды, и она только мне быстрее, медленнее, дыши, тушься, не тушься, и как бы, о, так, так, темные волосы, типа, и все, вылез ребенок, слава богу, они все проверили, дальше, никуда не забирают ребенка, сразу кюветик у вас тут стоит, в кюветик, значит, запеленали, положили этого ребенка, туда же принесли ванночку помыть, никуда не относят, вот в Одессе у нас всегда забирали и приносили, твой, не твой, хрен поймешь, если ты вообще в сознании, вот, никого никуда не забирают, оставляют ребенка с тобой, все, дальше говорит, отдыхай, я мужу, собственно, сказала, я говорю, вали домой, потому что там ребенок проснется второй, и классно будет, как раз я очень хотела, чтобы не было стресса для старшей дочери, чтобы не было, что я ухожу там на целый день, и куда-то, или на целую ночь, а так она ночью спит, а я уже и родила, в общем, муж поехал домой благополучно, я осталась, и все, она говорит, спи, отдыхай, и каждые, клянусь вам, 15 минут, эта медсестра заходила, проверяла пульс, проверяла мою температуру, проверяла сердцебиение, никаких разрывов, ничего, кстати, вообще, все очень чисто прошло, и потом менюшечку принесли, покушать, мороженое, води, это, конечно, опять же, не мишленовский ресторан, но трехразовое питание, на вот эти твои 24 часа, которые ты там находишься, это максимум, без патологии, если все тебе приносят, потом утречком пришла женщина, которая занимается грудным вскармливанием, попросила доказать, что я умею кормить грудью, я и доказала, она от меня откопалась, и дальше, прямо в самом вот этом, в самой этой комнате, вам приносят бланки заполнять, на свидетельство о рождении, на все документы касательно ребенка, так люблю своих собак, вы бы знали, никому собаки не нужны, отдаю, в хорошие руки, уже сильно, значит, заполняйте все свои данные, тут есть два варианта, и это очень важно, особенно тем, кто вот сейчас будет рожать, значит, для того, чтобы получить свидетельство о рождении в Канаде на ребенка, вот в режиме стандартного времени, это может занять 4-6, а то и больше месяцев, почему, не спрашивайте, понятия не имею, но это так, но можно эту ситуацию форсировать, я допустила одну ошибку, но все равно мы смогли получить свидетельство о рождении, и паспорт канадский, ребенка, рожденного в Канаде, за 10 дней, это было непросто, но это получилось, вот эту анкету, которая заполняется на ребенка в роддоме, вообще должен сам роддом отправлять в Vital Statistics, в службу, которая регистрирует детей, но если вам горит, вы можете сказать клинике, что вы хотите сами отправить, и вы тогда эту форму самостоятельно отправляете или отвозите в Виннипеп, и они вам на месте принимают эту заявку, вы говорите, что у вас ургентная ситуация, ургентная ситуация, это, например, лететь куда-то надо, и вы можете показать, например, бронировку какого-то билета, тогда они вам на месте выписывают и на месте выдают это свидетельство о рождении, там обычно оно выдается, можно заказать в двух экземплярах, за роды платить покует не надо, у вас есть Манитоба Health Card, она покрывает эту историю, значит, дальше, когда вам выдали свидетельство о рождении, то уже с ним происходит подача на канадский паспорт, собирается пакет документов, вам нужно найти гаранта, который подпишет, что он вас знает, и что он знает, что вы родили, эти документы лично мамой или папой подаются в Виннипеге, и лично тот же самый родитель должен забирать, другому не отдадут, причем еще 100-500 security вопросов по безопасности зададут, твой ли ребенок, как зовут, во сколько родила, какой вес, где рожала, как зовут мужа, как зовут собаку, ну, чтобы точно, чтобы вы не сперли чужой паспорт, скажем так. Самым большим челленджем было это сфотографировать ребенка, которому 5 дней от роду на паспорт. Мы первый раз приехали в магазин, это в супермаркет, суперстор, и там есть такое небольшое место, где фотографируют, фотоателье такое. Ну, когда я туда приехала с коляской, только тут я поняла, что она спит, это же не год ребенку, хрен разбудишь, спит и все. Думаю, ладно, в следующий раз я буду умнее. В следующий раз я подгадала, когда она просыпается, и в это время мы туда приехали. Ну, как ее фотографировать? Голова не держится, а надо так, чтобы ни рук не было видно, чтобы голова ровно стояла, чтобы глаза были открыты, чтобы рот был закрыт. Ну, представляете, 5-дневного ребенка заставить эту фигню все сделать. В итоге на пол постелили белую простыню, положили ребенка, выровняли, как могли, поддержали и сделали 8 фоток, на каждой из которых была какая-то задница. Ни одна из них не подходила идеально под стандарты паспортного стола. Но когда я подавала документы, я ему этот веер дала, он говорит, очень старались, выбрал одну более или менее, и там, где пальцы было видно, Маишу я ее придерживала, он просто ее подрезал. Все, и паспорт выдали. Дальше, во время, скажем так, на следующее утро, собственно, пришла моя врачиха, это была не моя, которая принимала в роддоме, пришла и проверила, послушала ребенка, да, сердцебиение, и сказала, что окошко не закрылось, там, сердечное, кто медик, тот поймет. И что если оно не закроется в течение суток, то нужно ургентно ехать в Виннипегу в госпиталь, и, в общем, там какая-то процедура дальше. В общем, честно говоря, я не вникала, потому что я была уверена, что все закроется. И на следующий день, когда нас выписали, мы пришли к моему врачу, она ее послушала, сказала, все, окошко закрылось, спите спокойно, у ребенок здоров совершенно. Выписка из роддома происходит ровно через 24 часа, но так как я приехала ночью, то меня выписали через утро. Нужно привезти с собой переноску для машины, которая будет сертифицированная, лицензированная. Медсестра приходит, подписывается на сертификате, что она разрешает выезд и берет на себя ответственность, что это кресло подходит, иначе вас не выпустят. Сама крепит этого ребенка, запихивает в эту несчастную переноску, так что еле дышит человек там. И вот только в таком виде можно ребенка дальше перевозить в машине, иначе вас не выпустят из роддома. Все, как бы, ну, грубо говоря, дни 24 часа, ну, 48 плюс-минус часов. И ты свободна. Ехала шопинга, родила и поехала домой. И уже, как бы, на следующий вечер я уже сидела в Морден-парке, попивая сока, и все было благополучно. Дальше врача вообще не интересует ваше состояние здоровья как мамы. То есть, если вас лично ничего не беспокоит, то никто не будет приглашать вас на осмотр именно по части вашего пострадового состояния. Будут вызывать несколько раз для того, чтобы проверить, что у ребенка все хорошо, что вы понимаете, что с ним делать вообще и так далее. И может прийти, как бы, такая тоже мидвайф, которая может помочь в первое время с тем, что делать с этим ребенком, как за ним ухаживать. Но так как это был второй ребенок, я сказала, что я хочу поговорить по телефону. Я поговорила по телефону, она меня спросила, есть ли у меня медицинское образование. Я сказала, нет, это мы просто такие из Украины. Она такая, а, понятно. Потом с пуповиной был прикол очень смешной. Естественно, вы же понимаете, когда пуповина отваливается, что делает украинская мать? Мажет зеленкой. Понимаете? Я ей сказала об этом этой мидвайф. Я говорю, ну, я антисептиком украинским смазывала место, откуда отвалилась пуповина. Она такая, зеленка. Я говорю, да, она такая, понятно. То есть я была не первая, далеко не последняя. У них не принято вообще ничем обрабатывать. Отвалилась и отвалилась. Когда я принесла своей family доктор показать, она говорит, о, это что старшая маркером, типа фломастером нарисовала? Я говорю, нет, нет, это самая старшая. Перенимает опыт предков. В общем, ребенка трогать. И никаких прививок. Первые два месяца ничего. А дальше по желанию. Хотите, прививайте. Не хотите, не прививайте. Больше к вам никто не приходит, ни о чем не спрашивает, если вас ничего не беспокоит. И благополучно вы делаете с ребенком все, что заманеться. И если есть вопросы, то задаете их врачу. Все, это были идеальные, отвечаю, идеальные роды. То, как я себе это представляла, так и происходило. Никто не напрягал, не говорил, что мне делать, как. Так, если я в середине родоразрешения факала, блин, там, и извинялась, то она говорит, you can say fuck you to anyone here in the hospital if it makes you comfortable. Когда я примерно так же чувствовала себя в Одессе на родах, меня затыкали все, ибо я распугаю других рожениц. Ну, так же нету никаких забубонов. В Одессе было много забубонов. Распустить волосы, не шить во время родов, иначе уздечка будет, да. Это мне врачи говорили, да. В Канаде таких забубонов никаких совершенно нет. Тоже в Одессе мужа моего не сразу пустили на роды, потому что и так сильно много людей. Старшая медсестра против. Представьте состояние. Еле пустили за дополнительную плату. В Канаде, естественно, вопрос вообще не стоял. Пустили и пустили. Поэтому было очень удобно. Никто не мешал. Кто хочет посмотреть, вот на сайте, то, что я вам ссылку дала, есть фотографии, собственно, этого отельного номера, этого родильной комнаты. Все очень удобно, очень красиво, очень приятно все это было. Если рожать в Канаде просто так, без пиара и без куёта, это может обойтись примерно в 50 тысяч долларов. Поэтому такое. Дальше тоже. На следующий день всех родственников тебе пускают. ко мне пришла дочь, ко мне пришла тут мама мужа. Спокойно впустили. Есть определенные часы приемные. Муж приходит 24 на 7, когда хочет. А вот именно гости приходят в определенное назначенное время. Регулятор температуры стоит в номере. Если вам сильно холодно или сильно жарко, они вам его выставляют под вас. Но вообще он централизованный. Дальше. Любое поощрение медицинского персонала в Канаде незаконно и запрещено. Даже если вы сильно хотите, они у вас это не примут. Можно позволить себе подарить цветы, но и это считается, что какие-то приехали дебильные. Поэтому ничего не дарите, просто скажите спасибо и все. Это не ультимативный опыт. Я слышала случаи, когда роды проходили не очень положительно в Канаде, как и очень положительно в стране исхода. В России, В Украине, В Беларуси. Но в моем случае, я же говорю, было с чем сравнивать, потому что меня слышали. Это самое главное. Я хочу? Будет. Я не хочу? Не будет. Никто ничего не навязывает. Единственное, что мне не очень понравилось, это то, что я почему-то забыла. Я когда первый раз рожала, я первые 2-3 месяца дочку перекладывала с бачка на бачок, чтобы у нее голова ровная была. А в Канаде они мне сказали, что ни в коем случае не кладите ребенка на бачок, иначе она может задохнуться. Ввиду этого, если сегодня сильно присмотреть, ставить ее вот так, то можно поставить сковородку, и она не упадет. У нее малега плоская голова получилась. Они считают, что возможен там синдром внезапной детской смерти или у души, в случае, если кладешь ребенка на бачок. Не знаю, но на мой взгляд, опять же, я вообще не оставляла никогда ребенка без присмотра. Anyways, в общем, только вот такая вот ситуация. Все, ну как бы дальше я же говорю, любые вопросы, связанные с состоянием здоровья ребенка, можно всегда связаться, можно задать любые вопросы, они в любом случае помогают. В случае каких-то вмешательств, ускорения, раскрытия матки, да, вот эти все вещи они тоже делают. Эпидуралку можно попросить. Нельзя попросить кесарева и нельзя от него отказаться. То есть, если по показаниям это кесарева, то в таком случае будет кесарева. Вот и все, если предыдущие были кесаревы. Опять же, никогда не бывает одинаковых ситуаций. Но мой опыт показал, что это был совершенно правильный выбор. Во-первых, подарить ребенку канадское гражданство по рождению, это приятно. И, кстати, был вопрос, я сейчас на них вот отвечу, которые вы прислали в окошечках, можно ли родить ребенка в Канаде, получить канадское гражданство, а потом получить украинское гражданство. Я так не делала. По идее, если вы приедете в Украину получать украинское гражданство, так как двойное гражданство в Украине запрещено, вам нужно отказаться от канадского. Ха-ха, нетушки, никто отказываться от канадского не будет. По ентому мы сделали посвятку на пустины перебывания. То есть, дочка является гражданкой Канады с статусом ПМЖ в Украине. И мы, там есть особое условие, обычно это вклеивается в паспорт родителя, в документ родителя, что у ребенка статус ПМЖ в Украине. Но потом я подумала, если мне придется лететь ребенку с одним родителем, а вклеена она в другой паспорт, то что с этим делать. И там есть небольшая поправочка, немножко надо поблагодарить, где надо в АВИРе. И отдельно ребенок получает посвятку просто на себя, она бессрочная. И вот на основании этой посвятки постоянно проживает на территории Украины. Это не гражданство, ну и фиг с ним как бы. Поэтому вот так мы сделали.